Так, ну что, ребята, начинаю, продолжаю, да, наверное, мой заключительный влог с Миконосой, и закончила работу, но я вам расскажу чуть-чуть попозже, опять там какие-то конфликты были, ну, в общем, не прекращается, да, это все, ну, в общем, ладно, чуть позже об этом я закончила, и сидела, ждала мужа, когда тоже закончил работу, и в итоге, вчера, без всяких предупреждений, вчера он вечером, ночью, вернее, пришел, и сказал, что они закрылись, все, я утром просыпаюсь, ну, то есть ночью я не поняла особо под утро, думала, приснилось, что ли, утром проснулась, и говорю, бужу его, я говорю, слушай, ты мне сказала, или мне показалось, да, все закрылись, ну, вот сейчас я сходила в магазин, в Бенни, там, в Иоланде кое-что брала, пошла поменяла, Иолана попросила, и зашла к нему на работу, они там все собирают уже, ну, то есть утром, да, с утра, все собирают, завтра то же самое буду делать, завтра все с бумажками, и, да, мы будем уже уезжать, сегодня среда, так что я уже третий день, получается, как закончила, и отдыхаю, вот, так что в субботу, я надеюсь, мы уже будем дома, и сейчас я сижу вот в кафе, в кинотеатре на улице, который, и идет моя подружка, и вот она уже пришла, так что попьем кофе, поболтаем, потому что я не знаю, мы еще успеем увидеться или нет. Ребята, смотрите, как красиво, я пересела, здесь солнце начало светить сильно, смотрите, как красиво облака между деревьями, супер. Итак, девочки, у меня уже следующий день, я влог так и не доснимала, вчера ничего вам не рассказала, но мы вчера с мужем целый день, вот, после обеда начали, и вот до ночи мы собирали вещи. В итоге у меня здесь стоит опять куча сумок, мы же как планировали отправить две огромные сумки, вот, я вам покажу сейчас, с вещами и кольцевой свет почтой, а все остальное, 3-4 чемодана взять с нами в самолет, ну, и, соответственно, и Марсе. То есть за 3 чемодана платим и один, как бы, маленький, который с собой в кабину брать. В итоге посчитали, посчитали, думаю, блин, совсем с этим, и еще плюс заморочки отнести эти огромные сумки на почту, потом это все встретить, и вот это вот все, и машину, представляете, да, здесь как бы нужно найти машину, чтобы доехать до аэропорта, потому что машину здесь в городе, на острове, то есть ты не можешь вовнутрь привезти как-то, то есть это все равно идти пешком. И, короче, муж говорит, давай поедем на корабле. В итоге мы уже позвонили, уже нашли машину, мини-автобус, и мы не будем ничего отправлять почтой, мы загрузим все в мини-автобус, арендуем, и на 3 дня, и, получается, мы приедем, поедем на корабле с машиной вместе, то есть плюс вот это все оплата, аренда, бензин, билет на машину, на корабль, наши с мужем билеты, и это все равно будет дешевле, нежели вот с самолетом из почты вот этими всеми заморочками. Короче, вот, и мы решили сделать так, на самолете было бы, конечно, удобнее для Марси, потому что, ну, меньше часов как бы, да, но я говорю, давай возьмем с собой лучше песок, возьмем с собой коробку, у меня здесь как раз из-под обуви есть коробка осталась, которая на выброс вчера была, но я ее оставила, и я говорю, насыпем ему песок, то есть у него будет такой переносной туалетик, на всякий случай, да, как бы коты, они, ну, кошки, они держать могут, конечно, держать, да, туалет, когда пойдут, но вот, такой вариант. И мы уже решили, что как раз вот сегодня четверг, мы в субботу уедем, и в понедельник муж обратно привезет машину, но уже не на Микона сюда, а в Афины, в аэропорту оставит, потому что там у них тоже есть офис. Так что вот такой у нас вариант появился, и сейчас я опять, я розовенькая какая-то, все в камеру смотрюсь, а сейчас, в общем, пойду с подругой опять встретимся в кинотеатре, где-то там же, где мы вчера сидели, и поболтаем, потому что у нас там куча разных идей появилась, но я вам пока рассказывать не буду, так что все, я пошла, и мы увидимся немного позже с вами. Ну, а вот это вот, собственно, у нас, вот я, кстати, коробку приготовила для Марси, для туалета, вот эти вот две огромные сумки и кольцевой свет мы планировали отправлять, ну, то есть, вот чемодан, вот чемодан, маленький еще чемодан и огромный чемодан мужа, короче, все битком, у нас очень-очень получилось много вещей. Я, кстати, скидываю купальники в чемодан просто так, потому что не знаю, как их разбирать. Вы посмотрите, что он сделал. Он забрал мои купальники. Смотрите, он забрал мои купальники и не отдаёт. Анжела, дай мне мой бикини. Дай мне мой бикини. Он, короче, у меня несколько купальников забрал и не отдаёт, чтобы я их не носила. Не, вот вообще это нормально. Как мне собираться? Анжела, дай мне. Нет, он сидит просто, он просто вот так вот сидит. Ну что, ребята, у нас последний день, получается, сегодня на острове. Мы уже сегодня, у нас много дел, потому что надо поехать, сделать рапид-тесты для поездки. Сейчас селф-тест нельзя сделать для поездки, чтобы, ну, либо на самолете, либо... Вот у меня мама улетала, когда она делала селф-тест. В общем, на корабле даже тоже позвонили, говорят, что рапид нужен. И получается, да, нужно за это, конечно, платить. За селф не надо платить, за рапид нужно. Ну, за селф, да, не надо. Ну, не надо, можно сказать. Вот, поедем, сделаем в клинику куда-нибудь. И надо заехать, купить билеты на корабль, потому что мы в итоге, я, по-моему, сказала, да, я сказала, по-моему, вам, что мы арендуем мини-ван. И нужно будет завтра утром рано муж поедет, подпишет контракт, договор, да, то, что мы на аренду. И поедем. В Афинах сейчас, конечно, там потоп в Солониках, ну, во всей Греции, собственно. У нас дети сегодня не учатся в нашем районе, да, в Дебиргос, там, по всему Номасу, да, по всей, как сказать, области, да, получается, все школы закрыты из-за дождей. Здесь на Миконосе дождь, обещали, обещали, но в итоге его не вчера, не сегодня нет пока что. Так что, надеюсь, мы нормально уедем, и море будет спокойно. На улице так жарко стало, ужас просто. Я вам сейчас покажу. Вообще улицы, они, конечно, сейчас уже супер грязные, супер вонючие, особенно вот у нас здесь, как выходишь, хотя мы в центре, да, получается, живем, но это какой-то кошмар. Смотрите, вот этот вот весь мусор течет откуда-то что-то, либо дождь, либо когда смывает кто-то, мусор. Я уже сняла, сняла пиджак, здесь Анжела в сумку засовывает, потому что жарко. Вот, покажу, что людей сейчас мало, если единственное, круизы до сих пор еще есть. Вот, ну, от круизов бывают люди, а так мало, конечно, уже. Ну, почти лето, можно сказать. Люди чуть-чуть разделись, потому что вот на днях ходили прям в куртках, одеты и все. Многие бары, клубы, рестораны уже все позакрывалось, магазины прям позабивали окна. Ну, что-то еще, конечно, осталось, чуть-чуть совсем. Вот, но в основном уже все. То есть, если смотреть на улицы, то в общей такой массе, как летом, людей нет. Свободные дороги. И посмотрите вот на это. Вот я иду, сейчас перешагиваю просто. Выйдем сейчас, идем вот, возьмем байк наш. И выйдем на маленькую, не на маленькую, на мельнице. И посмотрим, там есть круизы или нет. Вот, если я туда и вижу круизы. Анжела говорит, что есть. Но, судя по людям, что ходят по дорогам, скорее всего, есть. Посмотрим сейчас. Вот эту дорогу я проходила каждый день. Каждый день, когда шла на работу за вот эту, как раз таки сюда. Вот такой маленькой дорожке выходишь-выходишь на мельнице. И вот здесь вот стоянка, где все оставляют машины. Круизы здесь? Ну. А уже нет. Нет сегодня? Смотри, кабинаж. Может быть, там далеко, где в порту. Но вот здесь вот нет. То, что обычно здесь тоже стоят. Последний день сегодня. Воздух на мельнице. Не свечусь. Ну и что? Ну, не верю. Сезон прошел, и завтра мы будем дома. Вы представляете? Поехали. Поехали. А в ней, кстати, отель, куда мы надели в бассейн. Куда перестали потом пускать. Пресет, конечно, здесь такие дороги. Но тут пресет все. Немного сверху вам пытаюсь показать разрешет сильно. Да. Дивинс, приехали делать раппи-тест. Ненавижу. Я третий раз в жизни буду делать его. Ага. Так что пойдемте сейчас. Сижу, жду. Анжела? Анжела уже сделал. Так, ну что, сделали мы уже. И будем знать результаты, наверное, на e-mail пришлют нам. Из горла, кстати, брали. Вообще, причем, снаружи вообще не вовнутрь пусковали, не как в нос, как вот раньше я делала. Так, ну что, ребята, сделали почти все дела. Осталось купить билеты. И сейчас пока кофеек пьем. Сидим здесь. И я для вас продолжаю снимать последний влог на веке. Так что, надеюсь, я сегодня его отправлю на монтаж уже, чтобы уже закончить. И потом уже из дома продолжим, да? Потому что меня просили снять, как Иоланда нас встретит, как у нее реакция будет. Мы приедем завтра. Получается... Ой, что-то, помогу. Приедем уже вечером. Я думаю, что она еще спать не будет, потому что мы думали чуть позже ехать. Но мы чуть раньше выедем отсюда на другой лодке, которая более медленная, но она пораньше по времени идет. Вот. Поэтому, надеюсь, она нас дождется. Девочки, помните, я когда работала в Инстаграм для одного ресторана? Смотрите, он сгорел. Я вам чуть позже расскажу, потому что я сейчас хочу быстро показать вам, и потом расскажу. Вот здесь. Здесь вот этот классный пляж. Вот именно кто занимается водными лыжами, вот этим всем, кто взворачивается переду дорогу. Вот здесь вот пляж, а вот здесь вот этот ресторан был. Он был внутри классный. У него огромный классный офис. У бухгалтера вообще обалденный был. Смотрите, он просто сгорел полночки. Полностью, полностью. Видите, здесь не то, что даже здание осталось. Здание, вон, обгорело. И соседние машины, которые здесь стояли. Давайте приближу, чтобы уже не ходить туда, потому что воняет еще по полу. Это все тоже стояло. Пошли здесь. Обалдеть. Короче, я вам расскажу, что вообще здесь происходит. Вот, когда я ушла с работы, мне когда-нибудь Анджел, менеджер, сказал, что бери деньги и все, хватит. То есть здесь все вот, собственно, вот что потом, да, произошло. Я вам расскажу. Вот это вот все. Обалдеть. Я думала, здесь одна-две машины. На, Анджела! Здесь просто, просто, просто. Все машины сгоревшие. Обалдеть. Короче... А, Анджела, вон вообще наверх залез. Смотрите. Ну, жопа, конечно. Жопа. Но ничего. У того все в порядке. Не переживайте. Никто не поспитал, конечно, они потому что закрылись. Но об этом чуть позже подробнее. Жесть. То есть я вот здесь вот работала. Не конкретно внутри, онлайн, конечно, но все равно, знаете... Да. Печаль. И вонизма стоит, конечно. И вот здесь вот здесь. Везде. Все страны вот здесь смотрят. Смотрите, смотрите. Это буквально вот пару дней назад произошло ночь. Ну да, все здесь методы едут. Все в любопытство. Уехали мы с другой стороны. Смотрите. С этой стороны как все обгоревшее. Понимаете? Короче, он меня наверх тянет посмотреть. Обалдеть. Обалдеть. Обалдеть просто. Такой минут красивый сейчас был. И вот это вот все, представляете? Вот здесь рудингерно. Риша вот здесь вот не сгорела, а вот здесь вот... Знаете, так хорошо было внутри, так столько места. Это жалко, конечно, жалко. Metal, all done. Смотрите, металл, все сгорело. Капец. Вот, что творится у нас тут. Итак, ребят, быстренько я вам доснимаю этот влог и расскажу. Короче, про этот ресторан. Мне уже не брал, не берут штатив. Так, подержу телефон. Короче, про этот ресторан, где я работала раньше в инстаграм. Если вы помните, да, если не помните, посмотрите видео про работу, то, где я рассказывала, по-моему, два видео. Я упоминала, да, про это. Короче, прошла такая информация, когда мы только узнали, я, вернее, первую общую ночь узнала об этом, потому что в новостях сразу написали местных. Короче, когда я прочитала, я подумала, ну, блин, по-любому. Вы знаете, такая схема существует же, чтобы сжечь бизнес свой, получить страховку, ну, то есть либо открыть что-то новое, либо сделать ремонт, да, либо вот в таком плане, да, чтобы взять деньги. Этот чувак, короче. Потом муж мне рассказывает, я говорю, ну, я в курсе уже про это, да, я видела в новостях. Потом уже все, конечно, уже мне знакомые, да, тоже кто-то говорил. И пришла такая информация, что начали тоже говорить, что он по-любому сделал намеренно это все. Ну, в общем, там, как произошло. Они закрылись, ресторан, да, вот этот закрылся, то есть сезон закончился, закрылся, то есть людей там уже не было. Но произошел, типа, взрыв газа, газовых баллонов или что, ну, обычно в рестораны, да, готовят на газу. Короче, произошел взрыв, там было внутри, оказывается, 4 человека, я не знаю, кто там был, но они не пострадали вообще абсолютно, то есть они ушли, хотя это как-то странно. Может быть, это как-то было связано, запланировано, потому что это все, на самом деле, все очень странно, и вообще этот хозяин этого заведения, такой, знаете, ну, я вам рассказывала, посмотрите видео, то есть он такой, по-моему, безалаберный, и он там чуть ли не на запрещенных препаратах, короче. Ну, в общем, такая, знаете, неприятная личность, я так могу мягко, если сказать, хотя я с ним не контактировала, один раз только его в жизни видела, и все. Вот. И, короче, все уже начали говорить, что это был специально, намеренно, вот этот поджог, не поджог, а вот взрыв как раз газа, никто не пострадал, и это все произошло в ночь, то есть мы приехали, когда хотели как-то туда попасть, ну, позавтракать там, они закрылись, сидят люди на улице, говорят, ну, работники, мы закрылись, ну, и все, и мы уехали, и в эту же ночь вот это вот все, собственно, и произошло. То есть все четко запланировано, почему этого не произошло, например, днем, да, почему вот всякие поджоги, они не происходят днем обычно, да, почему это произошло именно вот в день, когда они закрылись, то есть когда уже точно не будет людей, да, посетителей, то есть все странно, ну, то есть по-любому, это все было спланировано, подготовлено, по времени и так далее, то есть схема отработана, потому что и в России везде, вообще везде такое делается, то есть за страховность ли бизнес, то есть берете страховку, все, открывается что-то новое, либо ремонтируете, я не знаю, хотя там было классно, там жалко, настолько жалко вот именно вот этих всяких декоративных штук, ну, от меня лично, вот, но, видимо, ему было так выгоднее. Ну, что ж, поделать, так что вот такие вот реальные, да, то есть если вы, кто-то где-то ведет бизнес, то по-любому такое все, это имеет место быть. Вот, жалко единственное машин, ну, опять же, какая-то волосинка от Марса летает, опять же, жалко машины, да, которые там тоже сгорели, взорвались, но, может быть, и с ними было это в Гаврии, но, ну, в любом случае у машин как бы есть страховки, то есть на такие случаи они, то есть тоже получают деньги, да, за это. Так что вот так вот. Насчет моей работы в аэропорту, и где я работала, в общем, у нас там, ну, наш главный, который на миг на СИО, ну, когда мы пришли, сказал, все, спасибо, все хорошо, все классно поработали, да, говорит, надеюсь, никаких проблем у нас с ними не было, я говорю, нет, я говорю, у меня с вами все идеально было, никаких проблем, вообще никаких вопросов, я говорю, вот, с моими некоторыми коллегами, да, я говорю, вопросы как бы были, есть и остаются. Я не знаю, как будет на следующий год, но на следующий год меня, как бы, ждут на работу, вот, как те, ну, одна, по крайней мере, да, которая постоянно меня задирает, так скажем, потому что я, кстати, один день какой-то я пошла к менеджерам, меня уже позвали, говорят, ну, типа, что такое, ну, я расстроенная стою, такая, знаете, что я не могла разговаривать даже. Я говорю, ну, я им объяснила все, я им вообще все выложила, вообще, что происходит, и они тоже меня успокаивали, говорят, ну, типа, не обращай внимания, как бы, shit happens, вот, ну, а как бы с ними, как бы проблем нет, меня ждут в следующем, на следующий год, да, на следующий сезон, и я надеюсь, что мы вроде как договорились, что мы зимой начнем делать мои документы, потому что опять вот эта справка несудимости, вот это вот все нужно будет, потому что, ну, каждый год, да, ну, будем просто делать это заранее. Все, сегодня мне нужно дособирать кое-какие вещи, вот у меня осталась буквально косметика, с ванной там кое-что, но я с ванной не буду брать, скорее всего, все, вот, ну, косметику, парфюмы, вот эту вот мелочевку, знаете, там, камеры, вот это вот все собрать, нужно будет, да, собирать, и завтра, я не знаю, завтра, скорее всего, может быть, я начну другой влог уже снимать, потому что этот уже будет длинный, я не хочу это все делать на час, на целый, и все, прощаюсь с вами, надеюсь, вам понравился такой разнообразный, может быть, влог, немного странный даже, у меня, кстати, горло почему-то болит, кстати, получили наш тест, терапи, то, что мы сейчас делали, все отрицательно, конечно же, вот, хотя, чувствую я себя немного заболевшим, как будто, знаете, как будто и в носу что-то заложено, и горло как будто першит, ну, не знаю, может быть, погода такая, конечно, вот, так что я сейчас дособираю, хотелось бы, конечно, еще пойти, увидеться с подружкой, попрощаться, попи, смотришь меня, я знаю, ты меня смотришь, целую, привет тебе, надеюсь, забегу к ней, успею, и хотела сходить в один магазин, хотела кое-что из аксессуаров посмотреть, потому что я вначале, Анжела, don't make mess, я как снимаю, Анжела начинает шершать чем-нибудь, вот, надеюсь, а, я говорю, я в начале лета что-то покупала там из аксессуаров, но оно уже, конечно, износилось, ну, то есть я это выкину просто, какие-то, знаете, такие пляжные штуки, колье, что-то новенькое, хотела бы на зиму себе взять, и посмотрю, потом уже во влоге покажу, если я приобрету что-то, кстати, у меня пришла новая классная, просто обалденная одежда, но я заказала это в Пиргас, уже пришло, покажу вам тоже новые образы, там такая красота должна быть, ну, я не знаю, насчет размеров, но в любом случае, размеры потом могу поменять, я уже договаривалась, вот, но об этом позже, все, целую, увидимся с вами в следующем видео, всем пока-пока, не забывайте поставить палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, и подписывайтесь, если вы здесь впервые, каким-то образом вы заглянули сюда, все, пока-пока, и до новых встреч! и до новых встреч!